Всем привет! Постараюсь очень быстро рассказать про свои покупки недавние, но не все. У меня еще будет видео покупков. Все, наверное, сюда не влезет. У меня еще новый парфюм есть. Ружа Порфам. Это просто моя новая любовь. Но в этом видео его не будет. Я думаю, в следующем расскажите, надо вам или нет про это рассказать. В общем, начнем с срез для волос. Здесь у меня почему-то только два средства, потому что я не буду вставать, брать другой. Я вам вставлю лучше в картинку. Еще я купила средства от Davines. Они мне очень нравятся. Я планирую покупать шампунь и бальзамополаскиватель новый. Бальзам мне вообще особо никак не зашел, и потом отдельно расскажу. Но шампунь я еще попробую в других каких-то направлениях, них ли не. Так вот, у Davines я купила средство спрей для объема волос и корней. Это как будто бы жидкая пенка для волос. Сейчас она работает, объем действительно есть, но в следующий день уже очень жирные, как сказать, корни волос. Он очень жирнит, утешеляет их. При этом можно воспользоваться сухим шампунем и в комбо. Это просто суперски опять же. Все возвращается как будто супер чистые волосы. Все это выглядит очень красиво. И еще парочку дней даже можно находить с таким объемом. То есть, если мы берем 100%, не идеальное средство, но работу свою функцию выполняет, хорошо держит, фиксирует, но первый день только. Потом чуть-чуть вырабатывается себом, все, короче, все супер очень жирные волосы. Так что такое себе рекомендовать не могу. Вот это наводка моей подписчицы. Спасибо вам. Oil All-in-One Milk от Davines. Она очень хвалила, его отзывы очень крутые. Это одно из топовых средств после масок. Вот это уходовый спрей для после мытья волос. Типа тоник несмываемый для волос, да, спрей такой. Кондиционер несмываемый. Честно, до конца я это средство не поняла, что оно делает. Очень приятно, вкусно пахнет. Какой-то типа ванилькой, какой-то жвачкой. Ну, типа масло для волос в спреи такое оно не утяжеляет. Супер расчесывать волосы мне не помогает. Все равно они такие запутавшиеся. Я покажу еще средство, которое очень помогает расчесывать волосы. Как оно то же самое. В общем, я пока не поняла, честно. Не распробовала. Пользоваться буду. Мне нравится пшикалка. Это классный спрей. Мелкодисперсный, легко развеивается. Затем нравится мне, что оно не утяжеляет волосы. Но, видимо, надо использовать очень долгий промежуток времени, чтобы видеть результат. Но у меня уходы для волос выше крыши. Маска Davinas. Еще есть салонный уход. Я делаю утяжеление волос. Но это не ламинирование, а не какой-то маски. Уходовые именно салонные и в салоне парикмахера я делаю. То есть, как такового ухода и питания волоса мне сильно не надо? Ну, посмотрим, в общем. Пока еще не поняла. Если влюблюсь вообще окончательно, я вам потом видео расскажу, что да, классно, покупайте, рекомендую. И вот это средство мне тоже посоветовала подписчица. Это Atomy Hair Essential Oil. Масло для волос. Чистый синтетик. Расходуется, кстати, немаловато. Я использую только одну каплю. Это масло после мытья на мокрые волосы. Как будто бы масло для кончиков волос. Как используется только от корней, не используем. А вот это средство классно способствует расчесыванию волос. Если у вас прям как у меня волосы тонкие, легкие и безобъемные, и ты их когда помыл, они как колтуном просто коконом на голове спутываются. Вот это средство очень помогает. Классно расчесываются волосы. Мне очень нравится. Но я здесь сразу говорю, что это просто, ну, силикон Галима. Просто силикон, который расчесывает волосы. Так что, ну, средство хорошее. Думаю, не супер надолго его хватит. Я использовала несколько раз. Видите, уже вот как много нет. Оно густое просто. И там действительно хороший такой расход идет. Но спасибо за наводку. Я осталась очень довольна. И я, возможно, повторю. Таких средств очень много различных других. Avela Professional. У меня парочку раз было масло для волос. Я покупала в большую такую бутылле. То же самое. Вот это даже получше. Более силиконистое. Еще лучше расчесывается волосы, чем это масло. То масло, оно более маслянисто-жирное. Это более легкое. Я вот это советую. Нежели Avela Professional масло для волос. И давайте немножко еще по уходу пройдемся. Я обещала показать хороший регенерирующий пилинг с азелоиновой кислотой. Здесь для домашнего использования. Я обещала в комментариях показать кислоты, которыми зимой пользуюсь. Я пользуюсь вот этим средством. Это Aravia Regeneration Azalea Pilling. Я только что прочитала. Здесь такая помпа есть. Там такая густая. Это как маска. Используется 5-10 минут на лицо от кожи ваше состояние. И пользуетесь вы или нет кислотами. Очень крутое средство. Присмотритесь обязательно, кто кислоты использует. Доступно, недорого. Цена-качество просто суперсочетание. У меня есть другие фирменные всякие. Kate Summer Rule, к примеру, есть у меня кислоты. Kate Summer Rule очень дорогая косметика. Результат один и тот же. Зачем платить больше, что называется. Но Kate Summer Rule, она очень классная. Мне очень нравится. К сожалению, в Турции не продается. Я бы вообще на этой косметике сидела. Сейчас попозже о креме их расскажу. Супер. Мне негде ее купить здесь. Не могу заказать в Турцию. Банки склянки косметические не доходят. Только в чемоданец. Мне, наверное, надо где-то найти, кто это купит за границей. Привезет и выкупите человека. Если кто-то знает, подскажете сейчас, ну, как это сделать. Kate Summer Rule супер. Ну, вот это классная альтернатива этому. Просто я использую умыло лицо, очистила и наношу как маску. Оставляю у меня 10 минут. Выдержка этого средства мне хватает. Супер. Прекрасно. Обезжиривает кожу. Просто супер. Кислоты просто супер. По совету, вот такой мист у меня был. Он закончился. Это миниатюра. Биосанж продается на Культ Бьюти. Тоник Мист гиароновый увлажняющий. Здесь у меня было 30 мл. Очень клевый распылитель. Нежный. Приятный запах травки, муравки. Всякое такое био, прям экологическое. Все такое прочее. В общем, классное средство. Вообще, эта линия очень хорошая. Дорогие средства. Я не скажу, что это стоит прям своих денег. Что оно супер что-то решает и делает. Но мист мне очень понравился. Я ему прям с удовольствием пользовалась. Наслаждение от самого процесса. Запах приятный, распылитель идеальный, не плюется. Баночка красивая. Если бы это, опять же, продавалось легко в Турции. На Культ Бьюти я не могу доставить себе какие-либо жидкости. То я бы с удовольствием покупала, пользовалась, радовалась бы жизни. К сожалению, доступа мне к этому нет. Так что, если кто-то где-то поеду, когда-то за границу, куда-то, наверное, куплю, если где будет, короче говоря. В общем, трудно купить. Но это классно. И Биосанж очень хорошая косметика. В России она раньше тоже была, когда Культ Бьюти к вам доставляла. Вы могли покупать, сейчас нет. У Биосанж еще у меня есть сыворотка. Этой же серии. Она с витамином С. У меня, как выяснилось, на витамин С аллергия. У меня тут же обсыпало лицо просто мелкими красными пыльщами. Я их вылечила. Косметолог моя была в шоке. От одного применения этой сыворотки я тут же ее все убрала. Не стала я вообще ее пользоваться. И у меня вообще красные ощущения поражения кожи. Краснота мелкая. Она осталась вообще больше двух недель не уходила с лица. Представляете? То есть красные щеки, булило. Прям обожженное ощущение. Вот это для аллергии. Это был, короче, трэш полный. Мне это вообще не подошло. Так что все индивидуально. Но вот это средство я могу вам посоветовать. И немножко еще об уходе. Уход для тела у меня, как всегда повторяю, в 50-й, наверное, раз. Это L'Occitane крем для рук. Миндальная серия обожаю. Гель для душа. Масло для тела, бодибаттер, лоушен. И вот крем для рук самый лучший у меня. И вот такая миниатюра крема у меня была. Это Kate Somerville Total Repair Крем. Стоит он 100 или 150 долларов. Банка офигенная. Средство. Моя кожа просто, это просто тандем. Такое же крутое, как у меня есть Clorans синий крем. То же самое. Это восстановление. Крем, вот Total Repair Крем. Как ночной, потрясающе. Не забивает поры. Результат на утро виден. Сразу же однородный цвет лица. Подтянутые поры. Шелушинок никаких нет. Если я вот после пилинга, например, от косметолога. Идеальная просто конфетка. Офигенное средство. Это мне очень понравилось. Но мне сразу на него иногда бывает реакция. То есть сразу наношу. Мне немножко розовеет лицо. Потом все проходит. Вот это вот. Какой-то там есть элемент в составе. Не знаю, где купить. Если кто-то, например, летит в Стамбул. Или в Турцию. Каргу мне по Турции отправится. И может купить. Это Америка вроде бы, как я понимаю. На Кульбите продается. Но в Турцию Кульбите не доставляется. Я бы купила с удовольствием этот крем. Я искала здесь, в Турции. На каких-то онлайн-магазинах он когда-то был. Его в наличии нет. Его перестали завозить. Не знаю, почему. Я бы с удовольствием приобрела. Нигде не знаю. Никто знает, как это достать или привезти. В общем, дайте знать. Я с удовольствием это бы приобрела. Но не судьба. И давайте еще кожаное. Все, что с кожей и лица связано. Вот такой я повторила. BB-крем от Herborean. BB-крем Claire. Цвет пришлось ввести из-за границы. Потому что в Турции они есть. Они, кстати, дешевле на Сифоре нашей турецкой. Но цвета. Ньют. И самый темный там фейер. Вот этот Claire. Самый светлый. Его вообще нет. Ни в миниатюрках. Ни в наборах. Ни индивидуально никак. Нравится. Для меня даже склонная к жирности. Комбинированная кожа. Летом склонная к жирности. Сейчас более сухая. Неплохое средство. Маловато, конечно, здесь SPF. У меня 20 всего лишь. Но окей. Для Турции это мало, на самом деле. Зимой вот я пользуюсь. Все супер классно. Мне нравится пользоваться им. Запах классный. В поры не проваливается. Но не стойкий. Быстро сходит с лица. И его надо прям конкретно пудрой фиксировать. И плохо перекрывает. Вот если туда капельку еще пигмента добавить. Чтобы более плотный он был по перекрытию. Цены бы не было. Идеальное было бы средство. Прям супер. Рядом с ним это у меня CC-крем от... Забыла. Окей, если поищу фотку вам вставили. Я вам показывала. Забыла фирму эту американскую. It Cosmetics. CC-крем It Cosmetics. Там SPF 50. Но там тоже классное средство. Но оно более тугое. Плохо разносится по лицу кисточкой. Потому что там SPF высокий. Очень много. Даже белыми полосками полосит. Подчеркивает поры очень сильно. Но здесь конкретно как SPF защита. С тональным эффектом. С пудрой можно справиться. Оно SPF больше. А вот это именно для красоты. Нежная, приятная кожа. Такая прям вся лосница. Классно. Ну на 3 часа где-то. А потом на сухую кожу. Я вот это средство для сухой кожи. Для склонной к жирности, как у меня. Через 3 часа убегает. Но все равно хорошо держится. Классное средство. Я могу посоветовать. Один из моих сейчас любимых BB кремов остается. Другие даже искать не буду. Закончится. Я еще приобрету его. И тут о карандашиках. Люблю карандаши для губ. Мне сейчас просят, что у тебя на губах? Сегодня у меня на губах этот карандаш. Вот этот или вот этот? Вот этот вроде бы. Да, вот этот. И помада. Я вам ее раньше показала. От SISL. Но это такая помада-бальзам. Она очень легкая. Вообще цвета не дает. Чисто такой блеск небольшой. Блески небольшие. Здесь у меня карандаши. Которые я люблю. Карандашам. Вот этому карандашу у меня лет 5, наверное. Я ими пользуюсь. То есть я заканчиваю, покупаю снова. Заканчиваю, покупаю снова. Это Just Make Up косметик. Я заказывала на Wild Briss. Раньше в магазинах косметических покупала. Так как я не могу побывать физически в России. Я покупала онлайн. Вот этот вот сейчас расскажу. В общем, идеальный для меня это Just Make Up Pencil 203 оттенок. Вот он. Холодная пыльная роза с розовым оттенком. Купила я онлайн на Wild Briss. Just Make Up. Автоматически не строгающиеся. Тоже номер 203. Я его выбрала. Я думала, что они одинаковые должны быть. И как минимум. Вот видите. Даже вот кажется. Видите? Фактически одинаковые. Но когда я это заметила только в свотче на руке. И я рядом рисую. Он более розовый. А этот с коричневой небольшой есть. Вот этот классический. На губах разницы фактически не видно. Ну не прямо один в один. Но одинаково хорошо работают. То есть старый, который был раньше. Он вот такой потемнее. Более нюдовый. А этот посветлее немножко. Более. Так как не видно. Но он более розовый уходит. Соответственно. Немножко разные. На губах разницы нет. Поэтому я еще ткнусь в парочку. Плюс-минус один тон. Может быть найду прям с коричневой. Немножко вот такой повтор. Но вот автоматически это гораздо удобнее. Не надо строгать. Я их ненавижу вообще. Закончила и выкинул потом. И для бровей мои любимые покупки. Как всегда у меня уже 10 штук я купила. От люкса визаж. Оттенки у меня раненые. Это 307 soft grey. Soft blonde у меня есть. 301, 302. В общем. Всегда. Но самый любимый мой для бровей. Это DIVAGE. Вот эти пародия на Fenty Beauty с вот этой щеточкой. Щеточка вообще никудышная никакая. Ни нафиг не нужная. Просто красивая. У меня 01 blonde оттенок. Это серия DIVAGE Selfie Queen Turbo Brow Pencil. Почему turbo непонятно. Очень удобная скошенная. Здесь у него треугольная форма. Сейчас я вам покажу, почему он мне нравится. Идеальный. Холодно-рыжеватый такой. Холодный и рыжий. То есть он не прям коричнево-каменный. Он холодный. Светлый для блондинок. Просто идеально. И вот этим ребром можно широкую полосу нарисовать. Но она не сильно широкая. То есть по факту я вам скажу, что 301 от Luxe Visage очень похож на вот этот оттенок. Но он не очень сильно по цветотипу подходит. Больше всего мои волосы, бровинки, вот эти волосинки выглядят больше всего натурально, короче, естественно. Под естественным цветом, если не на камеру. В общем, мой самый любимый карандаш вот этот. Если его нет, то Luxe Visage. Два фаворита. Все. Бенефиты, Fenty Beauty, все прочие. Такой же эффект. Просто красивая упаковка. Может быть, дорогая карандаш. Но по факту результат один и тот же. Я не вижу смысла платить в несколько раз дороже. В 10 раз порой, чем... Короче, вот два классных карандаша вам на заметку. Так что на сегодня все. У меня там еще есть и парфюм Ружа, и скульптор для лица. И что-то еще у меня там оставалось. В общем, у меня еще есть покупки. В следующее видео я вам сниму. Что вы из этого пробовали. Напишите, что у вас есть. Какие-то личные свои новинки. Пожалуйста, с удовольствием. Все еще думаю о Наташи Диноне от этой тройки для лица. Покупать, не покупать. В общем, видно будет. В общем, жду от вас информации, комментарии. Что вам еще, может быть, на такую тему рассказать, снять и так далее. Видите, сегодня немножко ракурс поменяла. Потому что надоело уже, как раньше, снимать. Надо что-то менять потихоньку, чтобы и вас глаз не замыливался. Жду ваших комментариев. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.